В час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну что, друзья, всем доброе и мокрое утро. На улицах льёт просто как из ведра. И в такую погоду, конечно, не хочется никуда выходить из дома. Я бы, наверное, каждому, кто сегодня пришёл на рабочее место, выдал медаль Герой Труда. Ну, если не на удалёнке, то берите, конечно, не то, что за зонтики, всё равно ветер. Лучше всего, конечно, какой-нибудь дождевичок, курточку и вперёд с Богом. У меня в такую погоду на даче жаба сидела на крыльце и просто наслаждалась. Она просто чувствовалась, что для неё это как греться на солнышке. Вот льёт дождик, и она там тихонечко квакала, а мы в приоткрытую дверь за ней подглядывали. Ну что, тем не менее, по расписанию происходит утро на Болткоме. И сейчас у нас Киевское время. И сегодня в «Киевском времени» на радио Болтком у нас Людмила Тимошенко, художница, драматург и участник театра «Драматурга» в Киеве. Очень интересная инициатива, о которой она сейчас нам действительно расскажет. На самом деле мне и правда очень повезло, если можно вообще говорить в таком ключе о том, как повезло человеку, который убегает от войны. Война меня заставила в Киеве. 24 числа я записалась на прическу, потому что 25-го у меня должна была быть первая в моей жизни премьера в Малом театре, в Киевском, в очень хорошем театре. Это должна была быть спектакль по моей пьесе «Дядя Миша проходит мимо». Но этого не случилось, потому что в 6 часов утра я услышала, как над моим домом пролетела ракета и взорвалась где-то на левом берегу Днепра. И когда я написала своим друзьям во Львове, что пролетела ракета, они сказали, ну ты, конечно же, можешь отличить ракету от самолета. И я сказала, что да, потому что это совершенно разный звук. Создаётся впечатление, что ты сидишь в кинотеатре, смотришь фильм про войну, и фильм этот какой-то 3D, и слышно, как из одного конца в другой конец летит что-то очень страшное. А потом ещё прошло где-то 12 дней, в течение которых я думала, что это всё должно очень быстро закончиться, потому что это как бы не может продолжаться долго, потому что, в принципе, в современном мире не могут лететь ракеты и взрываться в мирных городах. Но этого не случилось, и дни эти тянулись бесконечно долго. И одна была радость в том, что мой сын за неделю до войны, у него были каникулы, мы отправили его к бабушке и дедушке в Луцк на каникулы. Но когда начали бомбить Луцк, мы решили, что нам нужно куда-то уезжать, и сели в машину, поехали. И с блокпостов Киев невозможно было узнать, это был совершенно незнакомый мне город, в котором не было людей, в котором стояли военные люди с автоматами. И вот эти вот штуки, которые стояли на дорогах, которые надо было объезжать всё время. И мы решили поехать через Житомирскую трассу, и нас вернули оттуда, сказали, что там уже всё очень плохо. И мы вернулись в Киев, и в тот день не выехали. Потом, как оказалось, что правильно сделали, потому что все, кто поехали в том направлении, эти машины были расстреляны вместе с людьми, с детьми и со всеми остальными. Вот. Мы на следующий день, у нас всё получилось, мы ехали очень долго, где-то часов тридцать, а потом мы забрали своего сына из Луцка, и появилась у меня возможность. И в Луцке, и во Львове как бы тоже, ну, мы думали, что там безопасно, но тоже начали бомбить, и мы начали думать о том, что нужно уезжать за границу, чтобы быть в безопасности. Сын очень не хотел ехать, он плакал, говорил, что я не хочу, что здесь все мои друзья, но мы его каким-то образом уговорили. И за день до отъезда Женя Шарменёва сказала, что есть возможность поехать на резиденцию в Штутгарт. Это резиденция для пишущих людей, здесь её занимается и фонд Жан-Жак Руссо, и есть возможность три месяца побыть в безопасности. И мы начали свою долгую дорогу сюда, в Академию. Вот если вернуться немножко назад, в Киеве вы были ещё и участником Театра Драматургов. Вот что это такое, за ним необычное название, что это за организация такая? Да, Театр Драматургов — это уникальное, не знаю, есть ли в мире ещё один похожий театр, такое уникальное образование людей, 20 драматургов, которые решили, что абсолютно необходима такая институция, которая бы уважала текст прежде всего и как бы формировала всё пространство вокруг текста автора без интерпретаций. И за два года до начала войны мы собрались, у нас было 20 драматургов, мы приняли такое решение, что будет у нас свой театр. И 12 марта он должен был открыться, мы долго к этому готовились. И у нас уже даже было индустриальное открытие, как бы ещё ремонт шёл в нашем театре, и происходили читки текстов наших драматургов. И это должно было быть что-то очень необычное. Откуда актёрская трупа набиралась? Это были актёры в других театрах? Да, мы всегда на Фейсбуке выкладывали информацию о том, что вот грядёт открытие театра драматургов, будет читка таких-то текстов. И обычно режиссёры и артисты, они с большой радостью отзывались, потому что театр драматургов – это театр, который читает новую драму. Это театр, который читает пьесы, которые написаны самые актуальные, самые последние, и это тексты украинских драматургов. Не только театра драматургов, но и других драматургов. То есть не то, что мы создали его для того, чтобы свои тексты читать. И все артисты с радостью откликались, причём на волонтёрских начинаниях. Но идея была именно читки пьесы, то есть это не постановки, а читки. Нет, после открытия мы уже собрали определённое количество денег. Мы объявляли открытый сбор денег и собрали уже деньги для того, чтобы иметь две постановки. Не просто читки, а самые настоящие спектакли. И у нас было голосование за то, чьи тексты будут первыми представлены на открытии этого театра. И всё ушло к тому, что вот мы сейчас прогремим, и всё будет прекрасно. Но скажу, что с началом войны театр драматургов начал работать онлайн. Читки драматургов, театра драматургов сейчас происходят по всему миру. Это читки новых пьес, написанных после 24 февраля. Это монологи самих драматургов, которые пережили войну, их личные переживания. А переживания у всех очень разные, потому что драматурги, они с разных уголков Украины. И у нас даже до сих пор один из наших драматургов находится в оккупации в Херсоне и продолжает оттуда работать. А скажите, вот эти 20 драматургов, это в основном женщины или мужчины? Какого они возраста? Молодые или уже состоявшиеся, известные, кто уже поставил свои пьесы? Ну, в смысле, не он поставил, но чьи пьесы уже были поставлены в театр? Ну, как бы у нас есть очень знаменитые драматурги. Это Максим Курочкин, Наташа Горожбит и Паша Арье. Это Женя Марковский, которые состоялись как драматурги, которые были поставлены и представлены в разных театрах, как Украины, так и за рубежом. Их как бы знают во всём мире. Но остальные драматурги, они тоже очень талантливые, потому что на всех драматургических фестивалях, если взять короткий список, то там 70% будет состоять из драматургов нашего театра эти списки. Самому старшему драматургу ещё не исполнилось 50 лет. Так что относительно молодые авторы, я считаю, у нас. И женщины, и мужчины. Я думаю, у нас где-то 65% женщин, а остальные — мужчины. Вы сказали, что продолжают работать, и появляются новые произведения уже после 24 февраля. А каким образом они доходят… Вы упомянули уже тоже, что читки происходят. Каким это образом случилось, что пьесы украинских авторов стали звучать по всему миру? Джон Фридман написал нам, написал Максиму Курочкину, поскольку они являются друзьями, что с началом войны нужно, чтобы наши голоса были услышаны, чтобы это были голоса о войне, и чтобы мир узнал правду именно голосами драматургов, потому что новости можно закрыть, потому что о невероятных страданиях бесконечно читать невозможно. А если это представлено в форме истории, которую хочется дочитать до конца, это будет больше иметь воздействие. И Джон Фридман попросил, чтобы мы все написали короткий текст. Эти тексты были переведены на несколько языков, на английский, на немецкий, на румынский, на финский, на польский. И это была такая череда читок в странах, которые разговаривают на этих языках. Прям нон-стоп эти читки происходили. И мы получали большие отзывы, и даже нам удавалось собрать деньги для того, чтобы каким-то образом гуманитарно поддержать наших людей, не только драматургов, но и, например, больницы в Херсоне или какие-то волонтёрские организации, которые занимаются котами и другими животными, или собирали деньги на турникеты для наших воинов и так далее. А вот эти читки, они происходили онлайн или происходили где-то физически, можно было их посетить? Они происходили и так, и так. То есть театры, европейские и американские театры предоставляли свои помещения для того, чтобы проводить эти читки. И приходило очень много людей, и мы находили большой отзыв среди этих людей. И мы как бы могли присутствовать онлайн на этих читках, а люди в зале сидели живые. Всё это слушали. Это продолжается ещё, вот эта практика читок? И вообще сколько примерно пьес было прочитано за это время? Ну, пьес на самом деле очень много было прочитано. Я думаю, что пьес 50, мы продолжаем писать, чтобы это не повторялось. И вот я только что вернулась из Лейпцига. В Лейпциге проходили читки трёх драматургов моего текста, текста Андрея Бондаренко и Юлии Гончар. Это был очень красивый театр, и пришли люди, и проводился стрим. То есть эти читки могло услышать большое количество людей. Так что это продолжается, и я очень надеюсь, что до окончания войны это не закончится, потому что нужно напоминать о том, что у нас происходит. О чём эти пьесы? То есть вот в этих читках, я понимаю, что рассказывать о событиях последних буквально дней, вот как написать текст, чтобы не повторяясь рассказать какие-то истории, которые могут затронуть людей и вот их взять за душу? Ну, я, например, написала историю о своей маме, которая находилась в оккупации в Вирпине, и она имела с нами связь только благодаря старенькому телефону Алкотель, от которого она не хотела отказываться. Мы ей предлагали смартфон, она сказала, нет, я к нему не привыкну. И где-то за месяц до войны она сказала, что телефон уже как бы абсолютно не держит батарею, к новому она привыкать не хочет, и мы нашли ей точно такой же, только новый. И он держит батарею больше пяти дней. И когда в Вирпине отключили электричество, газ, воду, в общем, короче, всё-всё отключили, ну, в связи с тем, что там было очень много бомбёжек, на всей улице оставался единственный телефон, это телефон моей мамы, благодаря которому мы могли поддерживать с ней связь, а также связь с её соседями. И мы могли передавать ей информацию, когда открываются зелёные коридоры. И благодаря этому она смогла выйти из Вирпеня, а через пять дней её дом разбомбили. Вот такая история. У каждого своя история. Например, Наташа Блок написала о своих детях. Пьеса так и называется «Мои дети». Они все были в Херсоне, в оккупации, и вот она писала о своих личных переживаниях. Она была не с ними в тот момент. И она думала о том, как их оттуда эвакуировать. Разные темы. Я понимаю, что сейчас есть ещё одна пьеса, которая называется «Коты-беженцы», «Karzen auf der Flucht». По-немецки её уже перевели. Может быть, несколько слов об этом проекте? Да. Когда мы уезжали из Киева, мы ехали в машине вместе с ещё одной драматургиней театра драматургов Леной Лягушонковой. И у неё, и у меня был кот. У неё свой, и у меня мой. Как бы все пытались вывезти своих животных, потому что оставлять их — это означает обречь их на верную смерть. А оставить их кому-то другому — это означало, что ты этого человека обрекаешь на то, что он тоже не сможет выехать. Вот, например, как у нас есть драматурка Лев Михайлов, который остался в Харькове и до сих пор там находится, потому что у него три кота, а руки всего две. И он не смог и выехать из-за этих котов. И люди, зная об этом, они ему ещё котов приносили. И мы, когда уезжали, на нашей машине была табличка «Женщины и коты». Нам посоветовал парень на первом блокпосту, который мы проезжали, что возьмите и напишите эту табличку, и вас будут быстрее пропускать. И пока я ехала, я с котом, Лена Лягушонкова с котом, а потом, когда мы уже начали садиться в эти эвакуационные поезда, я оглянулась вокруг и поняла, что почти у каждой семьи есть переноска с каким-то животным. Эти животные, они все напуганы, точно так же, как и дети, которые ехали с родителем. Они были напуганы, и они не понимали, почему они должны оставлять свой дом там, где любимая игрушка. Друзья во дворе. А котам это тоже невозможно объяснить. И у меня возникла идея написать историю для детей, как говорить с детьми о войне. И здесь, в Академии Шлёс Солитюд, я встретилась с Мариной Смелянец, это тоже драматургиня, и она сказала, что она очень хочет написать пьесу для детей, о том, как с ними говорить о опасных ситуациях. И наши темы сошлись, и мы с ней вместе сели, и за три недели написали эту пьесу. Что дальше произошло? Потому что я видел, что уже, по-моему, какие-то читки происходили. Да, потому что дети, которые сейчас находятся как беженцы в разных странах, и они нуждаются в том, чтобы послушать какую-то сказку с хорошим концом той ситуации, в которой они сейчас находятся. И пьеса была переведена на немецкий язык и прочитана на фестивале Summerfest здесь, в Академии. И, возможно, будет постановка в Штутгартском театре. Также была прочитана эта пьеса в театре «Золотые ворота» для киевских детей. И Женя Шерменёва, когда услышала, что мы написали такую пьесу, она сошлась с украинскими режиссёрами и актёрами, и актрисами, которые сейчас находятся в Латвии. И анонс можно сделать, да? Конечно, конечно. Будет аудиочитка этой пьесы с очень талантливыми и известными украинскими актёрами и актрисами. Я понимаю, что можно сделать и анонс тоже очень важный в том, что продаётся сейчас, ваши открытки можно приобрести как художника в магазине «Новая Рига». Вот, может быть, несколько слов об этой художественной деятельности. Что это за открытки? И каким образом? Почему вы их создаёте? Каким образом их можно приобрести? Ну, я как бы не открытки создаю, я картины рисую. Даже не картины, их можно назвать рисунками. И здесь, пока я находилась на резиденции, у меня возникали разные образы, которые мне хотелось перенести на бумагу. И многие из них о войне, а многие о мире. И также благодаря Жене, которой моя друг на Фейсбуке, она предложила, давай я сделаю открытки, и они будут продаваться, а деньги, часть денег, собранная на продаже этих открыток, пойдёт в поддержку театра драматургов киевского. Там как бы разные рисунки. Есть и грустные, есть и весёлые. Я нашим слушателям просто напомню, что вот в этом магазине, книжном «Новая Рига» можно приобрести открытки как комплектным, так и поодиночке. И действительно деньги пойдут на поддержку театра драматургов. Так что это будет очень хорошим таким подспорьем, вкладом, если вы хотите помочь, заодно получить что-то очень на памяти интересное. Скажите, вот вы сказали о том, что сказка с хорошим концом. Вот может ли быть война с сказкой с хорошим концом? Каким вы вообще видите? Я понимаю, что люди вбежали от войны. И что сейчас происходит среди беженцев? Они не планируют вернуться, они планируют остаться. Они какие-то строят ли планы на жизнь или жизнь то, что происходит сейчас, а о завтрашнем дне никто уже не думает? Ну я думаю, что каждый переживает это всё по-разному, потому что, когда я приехала сюда и думала, что у меня впереди три месяца, я надеялась на то, что я не буду здесь три месяца. Я думала, что война закончится, и я вернусь домой. Я сейчас хочу очень вернуться домой, но не могу, потому что у меня ещё нет этого разрешения, которое разрешает пересекать границу и потом возвратиться обратно в Штутгарт. А у меня здесь сын, и я не могу этого сделать. Я приехала сюда, у меня был спортивный костюм и зубная щётка. И мне не хотелось очень ничего больше себе покупать, потому что я думала, что если я начну покупать какие-то вещи, это означает, что я уже начинаю обживаться. И то же самое мне говорили другие люди, с которыми я общалась, что первый поход в мою жизнь в магазин за какой-то одеждой, это означало то, что мы не приближаем окончание войны, а мы настроены на то, что она ещё продлится. люди, конечно, хотят вернуться домой, потому что в Украине хорошо, потому что мы там хорошо жили, у нас была хорошая работа. И это невозможно сравнивать, тут какой-то уровень жизни в Германии и в Украине, это всё по-разному воспринимается, что-то у нас лучше, что-то здесь. Но мы просто хотим вернуться домой, потому что дома всегда лучше. И я думаю, что есть люди, конечно, которые хотят здесь как-то зацепиться и остаться, но в своём большинстве. И уже даже есть случаи, когда люди возвращаются, например, домой в Харьков, потому что они нашли здесь работу, и они вернулись и поняли, что они зря это сделали, потому что Харьков продолжают бомбить, и там очень опасно находиться. Я же говорю, каждый по-разному переживает эту ситуацию. Насколько отношение в Германии к беженцам, ну, скажем так, лояльное, дружелюбное, насколько власти Германии помогают беженцам, стараются их... Ну, я понимаю, относятся формально ли, потому что везде по-разному. Ну, я расскажу о своём опыте. Когда у нас была пересадка в Берлине, мы вышли из поезда, который ехал из Кракова до Берлина, и к нам сразу подбежало двое людей, это был мужчина и женщина. Они спросили, на какой поезд нам нужно садиться. Мы сказали, что мы едем в Штутгарт. И они взяли все наши чемоданы, привели нас на тот перрон, с которого мы должны были уехать. И мы им сказали большое спасибо, не надо с нами стоять и ждать. То есть мы уже знаем, что мы вот здесь, мы сядем на этот поезд. Они сказали, что для них это намного важнее, чем идти сейчас куда-то, чтобы посадить нас. Поезд опаздывал на 20 минут. Этот мужчина сказал, что он сейчас вернётся и вернулся с открытками, на которых был изображён Берлин, с двумя камушками, остатками Берлинской стены. То есть даже этот случай, он говорит о многом. Прошло уже три месяца, как мы здесь. И я не вижу, что тут изменилось отношение. Нет такого, что надоели эти украинцы, сколько можно уже. Ну, понятное дело, что билеты за проезд стали платными, но эта цена, она настолько маленькая по сравнению с тем, как платят остальные, что даже не стоит об этом говорить. Люди помогают и продолжают помогать. На театре, который поддерживает нас, до сих пор висят флаги украинские. И после каждого спектакля выходит актёр театра и говорит, что сейчас мы будем собирать деньги в помощь Украины. Они уже насобирали 100 тысяч евро. Только один театр, один единственный из всех насобирал 100 тысяч евро в помощь украинцам. А сами украинцы, они держатся вместе? То есть есть ли какая-то украинская община, которая помогает друг другу, помогает тем, кто приезжает с чистого листа и те, кто уже живут какое-то время, чтобы могли их вести в курс дел, объяснить какие-то самые простые вещи? Ну, в основном это группы Телеграм, Вайбер и Фейсбук, группы украинцев Германии, украинцев Штутгарта. И обычно, когда человек начинает писать, что вот наша семья выехала из Мариуполя, нас четверо, и нам нужно срочно найти временное убежище, чтобы потом найти какое-то более постоянное убежище. И люди помогают. Хотя я скажу, что очень много злых людей в этих группах, которые излучают злость по любому поводу. И я понимаю их, но не поддерживаю. Где купить Пасху на праздник Пасхи? Какая может быть Пасха, когда война в Украине? Ну, и пошло-поехало. Вот как вы, как драматург, вот эти вот тяжелые испытания, которые выпадают на долю, насколько они могут стать, ну, как бы не странно, но вот какой-то действительно подпиткой каких-то новых идей, переживаний. То есть я не к тому, что художник обязан страдать, но к тому, что вот, может быть, вот этот опыт, он может вылиться в какой-то очень, ну, какие-то сильные вещи, сильные эмоции, они могут рародить произведения. Ну, на самом деле, историй уже столько, что можно до конца жизни сидеть и писать очень сильные и страшные истории. Но на самом деле война в Украине длится с 2014 года. И среди наших драматургов есть те, которые второй раз уже переживают эту историю. Они из Донецкой и Луганской области. И на протяжении вот этих вот лет, с 2014 до 2022 года, они писали свои истории о том, как они это пережили, или истории людей, которые эти пережили. И у них было право это писать. Каждый раз, когда о беженцах или о войне писал драматург, который это не пережил, в нашем небольшом драматургическом обществе это вызывало, ну, не то что возмущение, но недоумение. Потому что, как может писать человек, который это не пережил? А сейчас мы все это пережили. Я лично этого опыта не хотела. Я бы лучше писала о котах, не беженцах, или о каких-то любовных приключениях дамы с двумя мужчинами на побережье Чёрного моря. А сейчас у меня этот опыт есть. И, конечно же, я буду его использовать, этот метод. Не для того, чтобы быть актуальной, потому что, ну, как бы, мне есть о чём сказать. И мне кажется, что я умею это делать. Ну что же, я тогда ещё раз нашим слушателям напомню, во-первых, об открытках в магазине «Новая Рига», которые вот с рисунками нашей сегодняшней собеседницы Людмилы Тимошенко, художника и драматурга. И о том, что пройдёт читка. Вот как беженцы, которые в настоящее время находятся в Риге, актёры проведут читку. И это тоже будет очень интересное, я понимаю, мероприятие, которое произойдёт буквально в самые ближайшие дни. Но вам хочется пожелать успехов, удачи, чтобы все какие-то вот эти чёрные тяжёлые полосы для Украины закончились. И, конечно, чтобы добро победило зло, и закончилась война, и каким-то образом всё вернулось к мирной жизни. Того очень действительно хочется. Я надеюсь, что это желание всех каких-то честных, порядочных людей во всём мире. Спасибо вам. Спасибо вам большое. И мира, и победы нам. Спасибо. Спасибо, Людмила. Спасибо. Вы слушаете Радио Болтком.